Из Тайбэя в Гаусюн мы добрались на скоростном поезде всего за 2 часа, так как поезд набирает скорость аж до 300 км в час. По пути родители увидели много зеленых, четко очерченных рисовых полей, а на крышах домов виднелись солнечные батареи. После чего моя мама сказала, у тайваньского народа можно поучиться, как надо ценить каждый кусочек земли и электроэнергию. Итак, если у жениха не было проблем со сбором гостей, то я как невеста понимала, что приехать из Казахстана – это непростое и очень затратное дело. Поэтому, обдумав и обсудив этот вопрос, мы единогласно пришли к выводу, что со стороны невесты будут присутствовать самые близкие члены. Отдельные сборы, виза – это, конечно, отдельная тема, которая отняла у нас очень много энергии и сил. Но что касается самого путешествия, то это останется у них в памяти на всю жизнь. И как только я увидела их в тайваньском аэропорту, все наши страхи и сомнения развелись и сменились одной большой радостью. Так как перелет был очень долгим, они все безумно счастливы наконец-то почувствовать землю и безопасность. И вот долгожданная встреча. В аэропорту папа жениха сразу угостил новых родственников знаменитым на весь мир тайваньским пабл-ти. Как тебе нравится? Это я пощупываю, может, не пластмассовая? Удивление моей сестры было понятно, так как в начале марта на севере Казахстана, откуда прилетела моя семья, еще лежит снег, а иногда звенят вьюги. Итак, после заселения в отель мы все вместе отправились поесть свежей тайваньской рыбки в наш любимый суши-экспресс. После такого разнообразия и изобилия морских блюд все точно остались довольны. В следующий день после прилета семьи мы с моим мужем решили привезти гостям мини-тур по местным достопримечательностям острова. И первым на очереди стало это 101-этажное здание Тайбэй-101. Оно является десятым по высоте в мире, пятым по высоте в Азии и самым высоким на Тайване. Тайбэй-101 – знаменитый небоскреб в деловом районе Тайбэя. На пятом этаже. Сначала мы поднялись на пятый этаж для покупки билетов на смотровую площадку. Многоэтажный торговый комплекс содержит сотни магазинов, ресторанов и клубов. Затем отправились на 89-й этаж здания. В башне на 89-м этаже расположены внутренние и на 91-м этаже внешние смотровые площадки. Сюда с пятого этажа ходит самый быстрый в мире лифт. Весь путь занимает 37 секунд. По лестнице на 91-й этаж, чтобы посмотреть на город с открытой смотровой площадки. Внешняя смотровая площадка расположена на высоте 390,6 метров над землей. Когда-то это была самая высокая смотровая площадка в мире. Вам, тебе нравится? Вообще нравится. Классно. Прям отдыхаем. Отдыхаем. Проснувшись рано утром, мы все дружно направились в сторону Тайпэй-Мейн-Стейшн. Откуда как раз таки отходят знаменитые тайваньские скоростные поезда. Наш предстоящий маршрут – Тайпэй-Гаусюн-Кэнзин. То есть с самого северного города мы направились в самую южную точку острова. Из Тайпэя в Гаусюн мы добрались на скоростном поезде всего за 2 часа, так как поезд набирает скорость аж до 300 км в час. По пути родители увидели много зеленых, четко очерченных рисовых полей, а на крышах домов виднелись солнечные батареи. После чего моя мама сказала, у тайваньского народа можно поучиться, как надо ценить каждый кусочек земли и электроэнергию. Добравшись до Гаусюна, мы пересели на комфортабельный автобус. Который с ветерком отправился к южному курортному городу Кэнзин. Мы с удивлением смотрели вокруг, так как впервые видели плантации тропического ананаса, бананов, гуавы, манго и многих других видов необычайных фруктов. И так, спустя еще 2 часа мы наконец-то прибыли в место назначения. Территория нашего отеля. Кэнзин – небольшой город, находящийся на южном побережье Тайваня. Это бывшая рыбацкая деревушка расположена на прекрасных пляжах с белым песком, экзотическими пещерами, необыкновенными коралловыми рифами, которые также входят в достопримечательности национального парка Кэнзин. Остановились мы в одном из лучших отелей города. И по традиции, так вам тур нашей комнаты. И так, здесь можно принять ванную, при надежности такие яркие, принять душ, туалет, телефон, домок, холодильник, воду, заказчик, столик. Вот такие 2 огромные кровати для двоих человек. И офигенный бассейн на территории отеля. Сюда приезжают туристы не только со всего Тайваня, но и из многих стран мира, чтобы насладиться морем, солнцем и другими составляющими хорошего отдыха. На территории отеля также есть животные, которые маленькие посетители могут самостоятельно покормить. Вечером Кэнзин превращается в огромный ночной рынок. И мы всей семьей решили отправиться и посмотреть, что же там есть такого интересного, увлекательного и вкусного. Сейчас здесь дедуля будет пробовать улитки. Шаолонгбо. Мастер, покажи улиток. Прикольно, да? Вкусненько. Вкусненько, Аля, попробуй. Просто берешь, мама, так, и высасываешь внутренность из дырочки. Бывают пустые, бывают пустые. А, пап, вкусно. Что, есть что-нибудь? Есть что-нибудь? Прикольно, да? С чесноком. А что, вот эту самую не зеркал? А? Я вот эту самую. Ракушку, нет. Помидоры с карамели. Впервые пробует папа. Так. Что, как? Вкусно. А это чернослив, кажется. Черника? Чернослив. Так, Алюшка, ты давай пробуй. Вау. Вкусно? Он хочет. Так, Алюша пробует моти. Я такое ела уже, типа. Алюша пробует муку, да? Да, да, да. В арахисе и в кунжуте. Та-дам! Что это? Что это? Что это? Ногоножка. Вот эта высотая. Как ее кушать? Голова, походу. Голова, походу. Ну ладно, не думай. Не думай. Не думай. Не думай. Вкусно. Да? Вкусно. Вкусно, говорит. Ура! Наконец-то в Тайбэ. Заселяемся в новый отель. Вкусно. Так, это у нас лобби. Заходим. Та-дам! Так, здесь у нас можно принять душ. Можно принять ванну, даже джакузи. Везде огромные. Зеркала. Вау! Какой президентский мир. Красиво опять зеркало. Так, кровать шикарная. Здесь вот рабочий стол. И можно включаться таким красивым видом на парк. Да, парк. Круто. Хоть и затяжная дорога из Скандина в Тайбэй нас немного уморила, но по плану моего супруга было посещение еще двух не менее значимых мест. И первое из них – храм богатства Гуанду-Конг. Главной достопримечательностью храма Гуанду является пещера Будды. Туны длиной 80 метров, которые проходят внутри горы, соединяя основную часть храма и главный вход. В специальных нишах располагаются 28 фигур богов. Храм впечатляет своим внутренним убранством. Отсюда открывается потрясающий вид на реку Тамши и мангровые болота. Итак, сразу после храма мы направились на главную площадь города Тайбэй – мемориальный зал президента Чанкайши. У памятника великому вождю, который находится в главном зале, всегда стоит почетный караул. Он меняется каждый час интересным ритуалом. Потолок в зале расписан традиционным китайским орнаментом. Здесь изображен государственный герб страны. Это грандиозное здание, занимающее целых 25 гектаров площади территории Тайбэй, является не просто достопримечательностью Тайваня. Здесь часто проводятся важнейшие государственные мероприятия, церемонии и торжества. Но в первую очередь этот мемориальный зал вместо памяти великого китайского деятеля и первого президента Тайваня Чанкайши. И в завершении нашего мега насыщенного дня предстоял ужин в шикарном ресторане с нашей второй семьей. Моим родителям было немного непривычно есть палочками, но это было увлекательно и интересно. Весь вечер мы провели в теплых беседах и все больше узнавали друг о друге. Все делились впечатлениями о прошедших событиях нашей общей большой семьи. Так пролетела целая неделя, но она стала необыкновенно значимой и важной в жизни каждого из нас. Этот остров восхищает, покоряет сердца каждого, кто хоть раз приезжает сюда. А добрым и внимательным жителям Тайваня остается только с гордостью оберегать это прекраснейшее место. Моя казахская семья на всю жизнь запомнит эту поездку, ведь эта неделя незабываемых эмоций, ярких впечатлений и целого спектра новых воспоминаний останется в сердце навсегда. Мои родители уезжали с огромной благодарностью. Надеюсь, что в следующий раз большая встреча тайваньской и казахской семьи состоится уже на родине невесты в большом гостеприимном Казахстане.